Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня пользу Бройля. Штрэбух! Всем привет, с вами пищеварительный гигант и расхититель помоек Штрэбух. Это, ребятки, обзор моей машины для поиска находок в помойках. Да, я её немножко укутал, чтобы не замерзало, потому что на улице холодно. Уже как бы не май месяц и холодает. Вот смотрите, ребят, Штрэбух мобиль. И сейчас вы увидите обзор на эту прекрасную ласточку. Распаковка Штрэбух мобиля. Вы посмотрите на этот свет. Изумительно сжало синий. Субтитры сделал DimaTorzok После распаковки машины пора на осталое время осмотреть того, что там внутри капота. А под капотом, ребят, сейчас я его открою. Под капотом лежит зверь. Супер мощный движок на 1,4 литра. 60 кобыл, из которых остались живых всего лишь 30. Едет, свистит, пердит машина. Мы здесь уже меняли тормоза. Вот тут жидкость тормозная, да я знаю. Стаканы, ребятки, в изумительном состоянии. Почти не гнилые. Это хуйня, я не знаю для чего, но она теплая. Можно руки греть, очень приятно. Очень хорошо открывать капотка, а на улице холодно. Можно руки погреть или котлетки из помоечки. Или жопу погреть, но это если прям очень сильно холодно. Здесь еще есть вот такой вот шланг, который можно отлить, если сильно хочется. Но если некуда отойти, открыл капот такой беспалево, типа туалет захотел и беспалево вот так вот пастал. Но это если в пробке стоит. Здесь еще есть значок Opel. Фары стеклянные, между прочим, и даже светятся. Еще есть вот эта вот хуйня какая-то, я не знаю что это. Крутить тут что-то, там внутри что-то, я не без понятия. Ребят, если знаете что это, напишите в комментариях. А еще здесь есть вот крышка для масла, там масло внутри. А масляный щуп знаю, вот где он. О, проверим уровень масла. Ну не знаю, наверное масло есть все-таки. Щуп не сухой, это уже радует. Ну а что? Теперь послушаем, как рычит эта кобылка. Кстати, забыл сказать. Это Opel Corsa B 1997 года. Движок 1,4 литра, 60 кобыл. Ну было когда-то, сейчас 30 в живых наверное осталось. Все, завожу. Ну как бы, все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, с вами был Штребух и встретимся в следующих видео. Обманул. А теперь пройдемся по кузову. На кузове есть вот такая огромная дыра, в которую может поместиться мой кулак. Это вот дверь такая вот гнилая. Кузов снизу очень гнилой, вот кусок уже кузова висит. И машина в критическом на самом деле состоянии, на дне есть дыры, вот там где-то. Можно рыбу ловить в круге. Сзади имеется дворник, который не работает. Также есть наклейка РУС. И написано Корса 1,4 литра. Везде коррозия по кузову, ржавчина. Опель написано. Вот можно открыть багажник и увидеть такое зрелище. Внутри багажника лежит вот такой огромный рюкзак Delivery Club, который был найден недавно в помойке. Собственно, для этого машина и покупалась, чтобы ездить на ней по помойкам. Здесь еще есть вот такие кроссовочки. Пару алюминиевых сковородок. Также есть здесь еще вот какое-то барахло. Тележка, чтобы возить макулатуру и металлолом на металлоприемку. Кстати, пожалуй, эта тележка лучше, чем эта машина. Классно. Давайте лучше сделаем обзор на тележку. Колеса крутятся. Тележка на полном ходу. Ручка выдвигается. Цвет старо-зеленый. Дальше есть еще чей-то тут рюкзак лежит. Еще одна алюминиевая сковородка. Какая-то хуйня, блядь. Вот ДОТ-4 Фрейк Флюид. Не знаю, что это такое. Ну, короче, не суть. Самое главное, что дверь открывается. И еще здесь, если захотеть, вот эти хуйни можно откинуть туда. И будет большой багажник. Для помойчик это очень хорошо. Можно много возить находок и металлолома. А смотрим теперь салон. Ну, тут вот немного затерто все. Дверь открывается хорошо. Кресло без жестких дыр. Все нормально. Все, в принципе, нормально. Так, перейдем к передку. Здесь на кузове большие дыры, куда помещается мой палец. Можно даже засунуть 21. Но пока все это держится, еще не отвалилось. И это меня безмятежно радует. Вот дверь пассажирская. Ручка не всегда открывается нормально. Иногда дверь не закрывается. Здесь вот эта резинка, ребят, отваливается постоянно. Я ее обратно сюда всегда вставляю. Но она постоянно вот так вот висит. Я не знаю, как решить эту проблему. Есть еще багажник. Маленький бардачок. Здесь есть антирадар, который мы нашли в помойке. Туалетная бумага уже влажная. Потому что сюда вода затекает с улицы каким-то образом непонятным. А вот эта тряпочка из помоечки, чтобы стекла протирать. Все здесь есть, ребят. Самое главное, что есть тряпка. И это круто. Ребят, самое крутое, чем отличается эта машина от Жигулей, это наличие подушек безопасности. Вот одно. Аэрбэк. Здесь руль. В нем аэрбэк. Сигналка не работает. Дворники. Все работает, ребят. Вот. Работает. Ой, а я самое главное это не сказал. Купили мы эту тачку на Авито за 20 тысяч рублей. И вложили, к сожалению, в нее уже столько же. Поменяли тормоза. 10 тысяч рублей. И поменяли новый бензобак поставили. Еще 10 тысяч рублей. В итоге машина обошлась нам в 40 тысяч рублей. Так что, ребят, если будете брать тачку себе, лучше берите что-то подороже, чем за 20 тысяч. Что-то получше. Ну, типа тысяч за 60. Вот эта машина меня уже не радует, потому что она, возможно, скоро сломается. Движок трои тут, можете сейчас его послушать. Нестабильно работает. Скоро сломается. И 40 тысяч рублей мы уже поскорее отобьем и заработаем на помойках с этой тачки. Потому что охота отбить уже денюжки. Охота много металлолома в нее складывать. Ну, а музыки, к сожалению, в машине нет. Магнитола отсутствует. И ставить ее я не вижу никакого смысла. Но у меня есть. Вот такая колонка JBL Go 2. Была куплена за 500 рублей. Кстати, к сожалению, она не из помойки. Изумительно, ребят. Работает. Поставил музыку, навалил и поехал по помойкам за находкой. Просто сказка. Печка, ребятки, работает. Это самое крутое, что есть в этой машине. Вот она. Шелестит. Вот. Зашелестела. Вот. Видите, светится кнопочка. Работает. Хорошо. О! Тихо-тихо, вырубайся. Все. Электростеклоподъемников нет. Они ручные. Вот крутить эту хуйню надо, чтобы окно открыть. А вот здесь стекло не работает. Смотрите. Вот оно отваливается. Я не знаю, что за фигня, как это делать. Но мы его просто не открываем. Надо вот так вот его придержать, и оно закроется обратно. В принципе, не проблема. А, есть вот что. Вот эта хуйня. Типа багажник на крыше. Надо будет сетку какую-то на помойке найти, чтобы возить в холодильнике крупную бытовую технику. Но вообще, ребят, скорее всего, мы эту тачку продадим и купим в Жигуле четверку. Универсал, длинную. Потому что эта машина дорогая в обслуживании, и, скорее всего, мы не потянем. Наш карман помойный, ее не выдержим, не вынесем. Потому что обслуживание дорого стоит, ребят, реально. Замена тормозов десятка. Замена бака десять тысяч. Это вместе с баком. Но это дорого. У Жигулей было все намного проще и дешевле. Жигули можно было бы на коленке самому перебрать, собрать. А вот с этой машиной, блядь, с ней только вы сто охуярить. Потому что мы сами там ни хера не сможем разобраться в этом движке. Движок очень, очень такой жесткий. Хуй его как пойми. Я не знаю, как его понять вообще. Если знаете, как понять этот движок, напишите в комментариях, как мне его понять. Потому что я не знаю. В целом, ребят, самое главное, что эта тачка еще пока ездит. И приносит нам хоть небольшую, но прибыль с находочек и с помойки. Металлолом в нее складываем на помойках. Все, что берем, все туда складываем. И потом сдаем на металл. Плюс крупногабаритные находки. Микроволновки. Все вот это, компьютеры, все туда улетает. Это круто. Так что, вот такая вот машина. Не знаю, понравилась вам эта тачка или нет. Напишите свое мнение в комментариях. Пацаны, не, отбой. Я сейчас еще на ней проедусь, да. Мы сейчас покатимся. Посмотрим, как она едет. Все, завожу. Вот. Втыкаю, ребятки, первую передачу. Вот. И езжу. Включаю вторую, еду. Вот как едет изумительно, ребятки. Тормоза, ребятки. Работает изумительно. Втыкаю первую и едем дальше. Окна потеют. Это очень херово на самом деле. Водить я недавно научился. Но это мне не мешает ездить. Езжу я нормально. Втыкаю вторую, ребятки. Я вижу все, блядь. Не очкуй нам. Снимай меня нормально, блядь. Он по сторонам, ребят, смотрит, боится, пиздец. Ты на дорогу и снисходишь. Я смотрю, блядь, все. Не очкуй. Разворот. Левый поворот. Меня поймал. Ште-пух на помойке, брод. Втыкаем, ребятки, третью. На спидометре 40. Проверяем тормоз, а? Не бойся, Дима, не бойся. Втыкаю первую. И едем обратно. А теперь включаем вторую. Сейчас проеду эту грязь. Капец, он там обосрался. Так, а теперь разворачиваюсь. Включаю заднюю передачу. И поехали. И включаем первую. Ой, заглохло. Ну, пока что не идеально вожу. Вот такая тачка, ребят. Я надеюсь, вам она понравилась. Напишите свое мнение в комментариях. С вами был пищеварительный гигант. И это первая машина в моей жизни. У меня такие прям эмоции. Я вот недавно хоть немножко научился водить. Это не передать словами. Это очень круто, ребят. И помойка, как обычно, кормит. И дает машину. Спасибо всем за поддержку. Кто помог насобирать деньги с донатов на эту кобылку. И я всех люблю. В следующий раз, если куплю еще одну машину для помойки, а эту продам, обязательно засниму обзор на новую тачку. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok